Сегодня в Доме правительства состоялось первое заседание Попечительского совета Центра по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, которое провел глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев. В повестке ключевые направления работы будущего учреждения. В Чувашской Республике, как и в целом по стране, за последние годы создано большое количество площадок для выявления талантливых и перспективных детей. Нам нужно, выявляя эти таланты, эти личности, создавать благоприятную среду. Кто-то из них станет ученым, кто-то государственным деятелем, кто-то политическим деятелем, а кто-то на самом деле настоящий предприниматель нашей России. В рамках соглашения с фондом «Талант и успех», подписанного в Сочи в феврале этого года, в Республике создается Центр Эдкер для одаренных детей. Субсидии с федерального бюджета в размере более 213 миллионов рублей выделены на оснащение Центра высокотехнологичным оборудованием. Каждый человек талантлив. Добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Будущему Центру уже передан имущественный комплекс общей площадью 11 тысяч квадратных метров по улице Гражданской. В его состав входит учебный корпус, общежитие и спортивная площадка. Лабораторный корпус планируется оснастить по последнему слову науки и техники. Высокие требования предъявляют и к педагогическому коллективу. Подбором кадров уже занялись. В Центре будет свой штат преподавателей, которые будут работать по общим образовательным предметам. Но на профильные программы мы будем привлекать всех специалистов, которые могут работать в той или иной области. Ключевыми направлениями работы станут наука, искусство и спорт. Зачисление школьников будет проходить на основе конкурсного отбора. Открытие первых лабораторий Центра запланировано уже на конец декабря 2019 года. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика.